Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Автор вопроса зовут Мария. Соответственно, обращаться буду к Марии. Вот что пишет Мария. Как вы считаете, тот, кто сильно виноват в работе, в обществе обидел, обманул, может вернуться к своим гарантиям либо обещаниям, исходя из высокого статуса? Это вопрос. Ситуация такая. Люди высокого статуса не обдумываясь, что это гарантировало. Даже не говорили, что сперва разберутся. Но в результате так вышло, что начали забывать обещания. Я же не верил, но слышали бы вы их слова, сами бы заставили себя поверить. Что произошло, я не понимаю. Я этим перенялась. Я сделал работу идеально. Я спрашивал, что-то пыталась ещё подробности рассказать. Но они, кроме как обещать, ничего не сделали. Мне неинтересен ответ, что что-то не будет. Потому что такое есть. Мне интересно, что вообще произошло. Я не получила ответа и обещанного. Просто оборвала связь и сказала, что не людям их статуса можно так делать. Мария, ну, в первую очередь, я бы хотел, чтобы вы несколько обратили внимание на то, чтобы вы задаете вопрос по поводу третьих лиц. Соответственно, спрашиваете, что произошло. Мне кажется, что на эти вопросы, в принципе, могли бы ответить эзотерики, но не психологи. Мы не работаем с третьими лицами. Соответственно, это является нарушением профессиональной этики. С точки зрения психологии, у вас, на мой взгляд, были завышенные ожидания. С точки зрения психологии, мне кажется, что речь идёт о проблемах личной ответственности. Потому что вы решили в какой-то момент положиться на других людей, но не на себя. Опять же, поймите правильно, ничего плохого в том, чтобы полагаться на кого-то, в принципе, нет. Это нормально, что вы на кого-то положили. То есть, это вполне естественно, но полагаться на кого-то, как бы, скажем так, полноценно. Или на 100%, как это сделали вы. То есть, в обход себя. Это вот немножечко позиции, как мне кажется, деструктивной. Деструктивной она, ну, вот в первую очередь, потому что ставит вас в крайне такое вот неприятное затруднительное положение. Зависимое, я бы сказал, да, как вы вот, наверное, сами понимаете, как обстоят дела в данном случае. Ну, я имею в виду, как обстоят дела в данном случае здесь вот. И соответственно, соответственно, вы решили поверить людям. Вот, вы решили поверить людям, как бы, они вас обманывают. Вот. Кроме обещаний, ничего не дали. Вот, вы спрашиваете, кто виноват. Ну, я опять же могу сказать, с точки зрения психологии, да, что виноватых, вот, психолог старается не искать. Потому что, ну, редко когда из этого получается что-то хорошее, редко когда из этого получается что-то адекватное. Ну, вот, и, в принципе, практически, практической польза от этого в общем и целом никакой. А, как бы, отдача энергии, ну, другим людям, по моему мнению, довольно сильно. В том смысле, что мало того, что эти люди вас обманули, не обещали, не сделали, еще и вы посвящаете им свой вопрос. То есть, как бы, подпитывая их своей уже теперь энергией. Мне кажется, что в глубине, в основе данной ситуации, может лежать такая история, когда вы чего-то сильно хотите, но чего-то, чего достичь не можете. То есть, что-то, что расходится с вашими возможностями, возможностями. Вот, на меньшее вы согласиться не можете, потому что тогда будете себя чувствовать плохо. И будете воспринимать это как поражение, как оскорбление, как, может быть, принижение себя. Вот. Но, с другой стороны, то, чего вы хотели достичь, то, что вы хотели получить, вполне вероятно для вас ценно. Не столько и нисколько с точки зрения какого-то практического использования, столько с точки зрения того, как вас это характеризует. Вот. Мне кажется. И то, как вы себя подаёте по отношению к этим людям, что вот люди высокого социального статуса, предполагается, что вы человек низкого социального статуса, да? Вот. То есть, такая идёт, как бы, социальная лестница. Она, эта социальная лестница, понятное дело, есть. Она, понятное дело, присутствует. Вот это нормально. И, как нормальным является, в принципе, то, что люди в обществе находятся на разных ступеньках. Вот. Но, весь нюанс заключается в том, как мне кажется, что кто-то, находясь на определённой ступеньке, чувствует себя на своём месте и счастлив. Может быть, он будет выше, может быть, он будет ниже, не важно, он счастлив. А кто-то, находясь на своей ступеньке, не счастлив и ничего не делает для того, чтобы оказаться на своей ступеньке. Может сказать, что, ну, а что, если моя ступенька выше, чем та, на которых я нахожусь. Нет. Здесь история не совсем в этом. Ступенькой человека является та, которую он реально через все свои способности и через свои возможности может достичь. Это не значит, что эта ступенька что-то окончательное. Человек растёт, развивается, идёт по жизни. Может быть, он поднимется выше по ступенькам, по ступенькам, а может быть, и ниже. Важно, чтобы человек делал это сам, замечая изменения свои и реализовывая их. Тогда баланс наручен не будет и таких случаев, как и описываете вы, так же происходить не будет. Есть причины, по которым вы решили поверить этим людям. Есть причины, по которым вы говорите, что если бы вы слышали их слова, вы бы сами заставили себя поверить. Нет. Это перекладывание, перекладывание ответственности. Понимаете, доверие может быть настоящим, а может быть иллюзорным. Вот иллюзорное доверие, это когда я доверяю тебе до тех пор, пока ты оправдываешь мои ожидания. Вот пока ты такой, какой я хочу тебя видеть, я тебе доверяю. Но стоит тебе выйти за рамки моих ожиданий и всё. И доверие всё исчезает. Это не доверие, это иллюзия. А настоящее доверие, это когда я позволяю себе с тобой быть собой. И позволяю себе с тобой выражать и проявлять то, что я чувствую. Как бы, рискуя натолкнуться, конечно, на непонимание, рискуя натолкнуться, конечно, на боль, на выставление границ. Но в этом контакте, если с другой стороны он искренний, рождается то самое чистое светлое чувство, которое можно обладать искренним доверием. Поэтому, когда вы здесь говорите про доверие, вы заменяете доверие, которое происходит из избытка, из полноты, из силы. Вы заменяете в данном случае ожиданиями, которые происходят из дефицита, из страха, слабости, тревоги, стыда, фрустрации, вины и так далее. Поэтому, я бы, в первую очередь, обратил бы внимание здесь на ваше отношение к себе, которое, как мне кажется, необходимо подкорректировать. Потому что, мне кажется, что он ситуацию, которую вы описали, ситуацию я, которую вы описали, мягко говоря, не лучшим образом характеризует то, как вы к себе относитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...